Так, опыт на чем-нибудь полета есть? Только на ФИИ. На чем? На ФИИ. На ФИИ, понятно. Квадрик. Сейчас будет большой ФИИ. Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Как водится, очередной позитивный ролик. Сдал о том, что ты полетишь на планере. Нет, я еще час назад не знал. Узнал только вообще полчаса назад. Мама, я в планере. Сейчас снимем замечательный ролик, потому что я чувствую, настроение мое говорит о том, что мы точно пошалим. Набираю я 2 900, наверное, для того, чтобы иметь полностью, полную свободу в движении. То есть лететь куда хочу. У меня топлива высоты хватит на ближайшие полчаса полета. О, как красиво озеро с речкой сверкают. Посмотрите, какой удачный кадр я поймал. Пошел дождь. Но это нормально. Дождь и плюсики. Я бы, конечно, хотел показать Сергею радугу, но не уверен, что она будет. Тем более радуга, знаете, как в современном мире, особенно в одной стране, за радугу могут и посадить сейчас. Какой-нибудь дурак донос напишет, скажет, что Волков пропагандирует радугу, потому что это ему нравится. Но мне нравится действительно красиво, когда солнце светит в капельки вот в эти. Нашли же дебилы, которые для меня сеть доносов написали. Мы прошли через зону осадков. Я не стал входить в сильные, потому что вы видите, поймали... О, черт. Видно хорошо. Лед на крыло уже поймали. Вот, здесь тоже видно. Снежинки ловим. Вот снег, кстати, пошел снаружи. Сейчас должна быть радуга. Чую радугу. Ну, радуга. Так, и солнце оттуда, значит, радуга должна быть сзади. О! 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 Вот это... Двойная шаровая радуга. Вот это вообще. О! Вырвите мне все глаза. Я хочу это видеть еще. Высыпайте мне все эти перья. Подмывает меня еще раз пошалить. Вот так ведь можно и с волны свалиться совсем. Вот такая жизнь. Пошалил в тюрьму, в ротора. Пошалил в ротора. Прорадугили всю высоту. Сейчас опять снизу через ротор. Как вы видите, я лечу по гряде облаков. Рассчитываю немножко сохранять высоту за счет дельфина. Что такое дельфин? Вот сейчас скорость 120 и пошел плюсик. Я уменьшил скорость. И, видите, прохожу восходящий поток на медленной скорости. То есть не хочу терять время набирать. Потому что хочу прийти на снежные горы низко. Покрасивее вам показать. Так, камера за бортом. Как вы видите, одна веревочка осталась. Я низковата, конечно. Хотелось бы и повыше. Но тем лучше. Тем веселее будет. Будем перевал проходить низко. Оттуда дует ветер просто, друзья. Прохожу через ротор. Сейчас меня долбанет восходящим потоком вверх. Оп. И сейчас моя цель. Вот эти горки. Дует западный ветер. Сейчас мы вдоль этого крипта промчимся со страшной силой. Я стараюсь не делать виражей. По спирали больше не летать. Потому что, естественно, первый раз может пилота укачать. Второго. Поэтому буду летать дальше нежно, но весело. Думал ли ты увидеть снег? Нет. Нет? А он есть. А он есть, да. Вас же да сюрприз устроило? Да. Вот наша тень чистится. Сейчас она будет поближе. Сейчас я немножечко на грунт лягу, оп, как подводная лодка. И смотрим, есть ли восходящие потоки на этой бреде. Я вообще рассчитывал, что есть. Но знаете как? В жизни у нас что-то на многое можно рассчитывать. А потом смотришь и нет. Думаешь, есть? А оно нет. Ну, видите, я в данном случае мастерство не пропьешь. Вот. Ого-го, какой поточек веселый. Как нас вверх прет-то. Ну, друзья, смотрите, какие любимые мои скалы. Прямо реально любимые. Они уже подтаяли, конечно, изрядно. Вчера они были более меховатые такие. Но ничего. Видишь? Как эти птицы там летают? Как они не страшно? Вообще не понимаю. Это Гренобильская долина. Это долина, которая за Пик-де-Бюром очень красивая. Везде здесь, конечно, можно ходить, путешествовать. Но я понимаю, что увидеть это вот так вот, не знаю, полчаса назад, что ты полетишь на планере, должно быть прекрасно. Это просто крутяк. А жене спасибо. А жене огромное спасибо. Это просто невероятно. Я в полном восторге. Что-что, я сама в шоке. В этом, друзья, взлететь в 6 часов вечера и вот так вот дунуть. Иногда у нас погода там чуть ли не до 10 стоит. И в чем сейчас нюанс? В том, что масса воздушная такая, ну как перегретая, холодно. Я хоть и в шортах летаю, но в принципе на улице не жарко. Но она нестабильная и она нагрета, заряженная энергией. Сейчас эта энергия прет, как собственное настроение наше. Эгегей! Я надеюсь, хвостовая камера снимает, потому что я сейчас буду шалить. Вы увидите работу пилотов. Потому что мои глаза на вас посмотрят. Они смотрят, куда я лечу. Ну, внимательно рассчитываю траекторию. Эх! Прокачу! Во! Смотри! Ю-ху! Вот это круто! Видишь, метеостанция. Там солнечная батарея. Сергей тоже увлекается солнечными батареями, как и я. У него тоже есть электростанция на балконе. Смотри, какое озеро. А, вода с этой стороны видна плохо. Город-герой Гренобль. Ну, не герой, просто город Гренобль. На горизонте. Видишь, три озера. А потом, бац, и Гренобль. Да, вот здесь, да. Да, сейчас мы вернемся на хребет. И подумаем, что мы будем делать дальше. Вон планерочек шпарит по хребту, домой возвращается. Смотрите. Он идет по наветренной стороне. Я залез в ротор. Но, конечно, на параплане я бы себе такого не позволил никогда в жизни. Причем ветер приличный 28 км в час. Но в роторе, как известно, набирать, конечно, можно. Но если осторожно. Как видите, сейчас какая красивая града. Вот мы под ней прошли, стоит. Мы по ней возвращаться будем. Сейчас вложусь на линию крипта. Везде прет. Увеличиваю скорость. Сейчас 150. Чтобы не подниматься выше. Чтобы наша летающая камера прошла максимально красиво над этим снегом. Ну и, собственно, мы максимально низкая. Вот сейчас визуально будет метров 5. Оп. А может и ниже. Эть. Да. Ну, прет со страшной силой. Мне всегда нравится, вот как эти скалы уходят вниз с снегом. А потом бац и зеленая травка. Вы согласитесь, это великолепно смотрится. Вот 150. И сейчас буду, наверное, до 120 избрасывать, чтобы подняться повыше. Оп. Заодно и поток. И пройдем сейчас над самой вершинкой. Чуть легкий крен влево. Чтобы не бога. И вот тут какой-то то ли крест, то ли что, то ли камни. Оп. Ю-ху. Ха-ха-ха-ха. Так, сейчас один и раши, обратный проход. Чтобы на летающую камеру попали красивые ракурсы. Ты счастливый человек, я считаю. Я хочу. Друзья, давайте в комментариях Сергею дружно позавидуем. Ну, в хорошем смысле этого слова. Что у него такая чудесная жена, которая умудрилась сделать такой потрясающий сюрприз. Ну, я сам люблю сюрпризы. Но, знаете, я больше всего люблю, когда сюрпризы еще и получаются. Как в данном случае. Когда бац, и вот такой сюрприз. Кстати, хорошая тема. Давайте обсудим, какие кто любит сюрпризы. Вот вам эта вершинка. Так она смотрится, кстати, не очень. Какая-то дырка там. Пещера. Это повторная вершинка. Вот сюда, кстати, вы как-то здесь видели альпиниста. Он тут лазил. Вечерело. Нам еще ужин готовить. Дома сын ждет. Говорит, папа, передай мне всегда привет с неба и скажи, что ты ко мне летишь. Макс, я к тебе лечу. На скорости 200 км в час. Макс, смотри. Вот какая гора. И я прям рядышком с этой горой лечу к тебе. Эх! Опа! Планировочек. Сейчас мы с ним вместе пошалим. Сейчас над ним пролечу, чтобы его летающая камера тоже взяла. Свои объятия. Вот наш коллега. На ваших голубых экранах. Вот эти ракурсы очень красивые. Все одно дело, когда ты летаешь сам, как дурак, а другое дело, когда снимаешь кого-то. Вот он будет радоваться, когда попадет на ваши голубые экраны. Смотрите, как красиво смотрится. Зачем планерам какие-нибудь носики красненькие? Вот как раз для этого, чтобы можно было видеть их на фоне снега. Кажется, что мы близко летим, друзья. А вот кто летит действительно близко. Красавец! Просто бомба! Я сейчас его пропущу вперед. И попробую немножко на хвост выйти с летающей камерой. Чтобы она снялась на нас. Два человека летит. Ну и загонять его, понимаете, так сказать, в скалу тоже не хочется. Вот, 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 вот они кадры. Кадры дня, друзья. Я ниже него теперь. Надеюсь, его цепляет. Наша камера. Вау! Вау! Вот с этого ракурса, конечно, безумно вся наша эта система смотрится, по которой мы гоняли. Я же говорил, что это будет просто невероятный полет. Это прям гигантская удача не так вот встретиться с очень красивым планером, который очень грамотно летит тоже двухместный. Не знаю уже, в какой раз я вам опять снимаю эти скалы. Теперь уже чуть ниже. Вот, и я что люблю делать, всегда в дырочку нырнуть. Смотрите, видите, дырочка такая. Я вообще сейчас поворачиваю, и вот в эту часть склона посмотрим, как летающая камера на это отреагирует, на этот калуарчик. Эх, так, конечно, делать не нужно. В том смысле, что сейчас будет турбулентность. Но с другой стороны, ладно. Не было турбулентности, обману я вас. Ой, как красиво вот эти снежные все. Это ветром все выглядело так, друзья. Это мистра льду, и вот эти вот волны, это ветер. Вот сейчас должна появиться тень от нас на скале, и мы перепрыгнем скалу. И сразу в разворот. Чпунь! Ой, даже меня укачало, друзья. Просто что, у меня фестивулярный аппарат крепкий, но и то вот это вот постоянно обжил-вжил. Тем более, постоянно смотришь то наружу, то на камеру, то еще куда-нибудь. Траектория, все. Так уже... Вы спросите, Волков, а кто моет планира обычно? Конечно, студенты. Я показываю, как, а дальше они моют планер. Но сегодня уникальный случай, мы можем помыть планер под дождем. Сейчас мы туда на долете долетим и вымоем, всю пыль смоем, мух размочим. Если вы присмотритесь, то там достаточно большое количество мух на крылья прилипло. Эти мухи ухудшают родительническое качество планера. Ухудшают настолько, что я вам сейчас покажу. Мухочистилки. Они выпускаются на крыло, то есть они на крыле есть. У нас там стоят специальные машинки, которые заставляют эту штуку... Ну, она открывается и дальше под набегающим потоком идет на дальний край крыла, срезая головки мух. Скорость снижения сейчас 2 метра в секунду. Сейчас посмотрим, сколько в дожде, потому что в дожде каждая капелька увлекает за собой воздух. И, по идее, должен быть нисходящий поток. Ну, как я вам обещал, стрелка легла на минус 5. Это мы еще до дождя не долетели, а уже как поливает. Вот там справа я вижу освещенную часть дождя, вот там как раз должна быть радуга. Вот он, дождь. О! Все как положено. Так, а мы за радугой. Так, сейчас мы как только дойдем до того места, где солнышко начнет светить, появится радуга. Так, высота 1500, мне даже дрома хватает. Что самое главное, не заиграться и не приземлиться на поляну с этой радугой. Видите, как капли красивых фигачек, как в звездных войнах. Я иду мордой прямо в склон, это мне не очень нравится, давайте на правом кругу я развернусь. Мне кажется, с такого ракурса будет несколько красивее. Оп, ну радуга. Пожалуйста. Нету, друзья. А, есть кусочек, вот он. Смотрите, есть радуга. Значит, мы молодцы. Смотри, как хорошо. Вот мы сейчас полетим, по идее она должна побежать вместе с нами. Так, высота 1450. Слабенькая радуга, друзья. Видимо, такая освещенность, но все-таки, все-таки она есть. И мы сейчас со стороны солнца движемся навстречу радуге и фактически идем на посадку очень быстро, потому что ой-ой-ой, у нас сзади эта камера летающая. Вот это вот приключение. Так, я тебе буду сейчас срочно учить управлению планером. Смотри, ручку держишь и ничего не делаешь. А я камеру сматываю. Друзья, как паук, я обмотан вот этими всеми веревочками от летающей камеры. Целый ботинь директор Даунин, глянь, 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 глянь. И дальше смотрю, ветер 97 км в час при 120. Но, похоже, что встречная составляющая 28 км в час сейчас есть. Откуда она? Мотно падает вниз вот там в конце долины и оттуда идет на нас. Все как у кого классики. То есть будем сейчас садиться, да, с попутным ветром. Ну, ничего в этом страшного, зато до ангара пешком не пойдем. Шасси у меня выпущено. Такой вот у меня в нормальном положении. Сейчас на лейдинг поставлю, чтобы сопротивление побольше было. Поворачиваю на ось полосы. Высота небольшая. То есть ошибиться я уже кардинально не могу. Даже если попутный ветер, я спокойненько весь этот аэродром, ну, в смысле, не пролечу его, а нормально на нем приземлюсь. Так. Сейчас я даже убрал воздушные тормоза, чтобы подлететь поближе. Пешком потом не бегать долго. Медленней, 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 медленней. Еще, еще. Тут были, а то есть присутствуют. Казала сделали хорошего. И простая посадочка получилась. Сейчас главное красиво подъехать к ангару. Не позориться. Ангар закрыт. Как я говорю в каждом видео, приглашаю открывателей ангара. Будете летать. И открывает ангар. Красота. Конь огонь. Доволен, должен быть, мы в дождь попали и радугу засняли. Да. Сидяк вообще. Ну, такой сюрприз. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Все, снято. Смотрите канал Мечта летать. Мечтайте и ваши мечты сбудутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова